Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня мы с вами займемся порослью и старыми пнями. И в этом ролике я расскажу вам, как правильно удалять поросль, о чем она говорит, если появилась на ваших деревьях, и поделюсь с вами лайфхаком, как быстро и безопасно, без особых усилий, разобраться с пнями, которые рано или поздно появляются на вашем участке и мешают жить. А сейчас переходим, собственно, к поросли. Поросль – это побеги, которые дерево образует вне плана, на стволе, у его основания, которые появляются из корневой поросли. Они мешают жить садоводу, они оттягивают на себя часть питания, привлекают к себе вредителей. И в то же время они говорят о том, что у дерева явно есть очень серьезная проблема. Ведь поросль говорит о том, что дерево хочет восстановить себя заново. Из вот этих вот веточек, из корневой поросли – неважно. А восстановить оно себя хочет почему? Потому что есть нарушения проводящих тканей на стволе, внутри кроны. И пока мы их не ликвидируем, эти проблемы, поросль будет появляться. Но бывает, что поросль появляется и сама по себе, из-за неправильной посадки, из-за какой-то особенности конкретного подвоя. Есть такие подвои, которые очень любят давать поросль, особенно если это дикая слива, вот как у нас. Но в любом случае поросли быть не должно. И сейчас я вам покажу, как удалить ее правильно, чтобы она потом не появлялась. Поросль бывает разная. Стволовая, если она вырастает на штамбе, на стволе. Прикорневая, если она вырастает у основания штамба. И корневая поросль, которая появляется поодаль от дерева. Есть даже целые группы растений, например, сливы порослевки, вишни порослевки, которые активно распространяются таким образом. У них поросль возникает на спящих почках, на корнях. И вылезают они часто в самых неудобных местах. Но вот здесь у нас конкретно прикорневая поросль. Она возникла на сливе по двум причинам. Первая причина. Она была посажена, заглублена до самого уровня прививки, если не ниже. И подвойная часть, дикая лыча, проснулась и начала давать свои веточки. Она решила, что теперь она главная. Вторая причина, которая спровоцировала появление порослей, это наличие раны на стволе. Посмотрите, здесь такая большая рана. Кстати, потом я покажу, как можно залечить эти раны, чтобы сохранить здоровье дереву. Так вот, эта рана, которая появилась из-за морозобоины, разрушила проводящие пути. И дерево решило, что этот ствол ей больше не нужно и надо выращивать новый. Можно вырезать эту поросль просто по уровню почвы. Но это будет неправильно. Дело в том, что там, под землей, сохраняется остаток ветки. На ней спящие почки. И на следующий год оттуда пойдет уже не одна веточка, а целый букет. Поэтому с такой порослей нужно разбираться следующим образом. Первым делом освобождаем от земли то место, где отходит поросль. Нам нужно найти ее место прикрепления к стволу. Видно вот четко, где она отходит. Она уже пустила собственную корневую систему, представляете? Ему проще вырастить новое, чем освободить от этой поросли, которая уже пустила собственные корни. Итак, сначала хочу показать, как неправильно удалять поросль. Вот так. Это неправильно. Вот отсюда, отсюда, отсюда пойдут новые побеги, появится новая поросль, еще гуще, прям как змей-горыныч. Одну голову срубил, 3-4-5 выросло новых. Правильно удаляют тогда, когда удаляют от того места, где она отросла, у самого ее основания. Вот, она отошла от ствола. С корнями можно откопать и посадить на новое место, если кому-то нужна дикая-дикая алыча. Ух! Тянем, потянем! Вытянуть не можем! Ладно. Вот какая она. Уже пустила собственные корни. Если поросль очень толстая, очень мощная, то без пилы не обойтись. Главное при этом не повредить ствол дерева. Это будет долго. Видите, как долго? Листопад. Еще же важно заложить правильно секатор. И вот здесь вот, наверное, буду брать пилой. И здесь, походу, опять придется выпиливать. Итак, мы с вами удалили всю поросль. Ее оказалось реально огромное количество, очень мощное. Даже пришлось выпиливать некоторую. Но мы выпилили ее очень качественно. Под самый корешок. А некоторые даже с корешками уже убрали. Следующий момент. Замазка. Нужно ли замазывать срезы от удаления порослей? Если они на стволе, выше уровня почвы, вот как здесь. Да, замазать можно. Краска, садовый вар, садовый бальзам, любое средство. Если же она уйдет под землю, замазывать не обязательно. Там под землей нету возбудителя обыкновенного или черного рака. Главное, чтобы опенка на участке не было. Итак, освободили. После чего можем спокойно засыпать нашу ямку. И заниматься, собственно, проблемой, которая вызвала появление порослей. Об этом я расскажу уже в следующем ролике. Как лечить такие раны. После того, как провели вот эту операцию по удалению порослей, полить свое дерево не просто водой, а водой с добавлением микоризных грибов. Раньше эти грибы как-то недооценивали в роли жизни наших плодовых деревьев. Но оказывается, микориза нужна и им. Она помогает лучше справляться с засухой. Обогащает растения, помогает грибнице получать углеводы, побольше питания из почвы. И в целом повышает растению устойчивость к неблагоприятным факторам. Почва сейчас как раз еще теплая, активная. И она сможет вступить во взаимодействие и начать работать. Рано или поздно деревья от нас уходят. И тогда у нас в саду появляются вот такие пенечки. Где-то повыше, где-то пониже. Они мешают ухаживать за садом, за газоном. Мы о них спотыкаемся. Короче, они нам мешают, аки бревно в глазу. И что же с ними делать? Конечно, самый лучший способ, но очень трудоемкий, это когда вы решили убрать дерево, отпилить его, оставив пень повыше, и выкорчевать. Но поверьте, это действительно очень трудоемко. И не всегда мы вспоминаем об этом способе. Чаще всего сначала спиливаем, потом думаем, что с ним делать. Второй способ. Использование аммиачной селитры. Она очень реагентно способна. Она разрушает древесину. И не только. Не зря же ее используют для производства взрывчатых веществ. Я это не говорила. Так вот, старые садоводы, профессионалы, любители, советуют насыпать на пень селитры и побольше. А чтобы она не рассыпалась, предварительно сделать здесь луночку топором или насверлить побольше дырочек. Накрыть и оставить на год. Селитра, растворяясь в клеточном соке, в той влаге, которая находится внутри пня, разрушает древесину. И со временем пень будет просто рассыпаться. Пожалуй, использование аммиачной селитры для устранения пня это самый легкий способ. Сложность только в том, чтобы сделать луночку или насверлить дырок и ждать не меньше года. Но есть один лайфхак, о котором я расскажу, который сама использую. Если вам не хочется ждать, если вам не хочется выкапывать котлован для того, чтобы выкорчевать это дерево, избавиться от него полностью, можно сделать следующее. Отгребаем почву как можно больше, спиливаем пень ниже уровня почвы и засыпаем все обратно. Хорошенько утрамбовываем, утаптываем и сеем газонную травку. Пень исчезает. И можно сказать, через пару дней вы даже не вспомните, что у вас здесь было когда-то дерево. Но через несколько лет пень постепенно начнет разрушаться и проваливаться. Но это все решается простым подсыпанием грунта. Заметьте, несложно, быстро и незаметно. А сейчас мы все-таки проверим вот этот способ с аммиачной селитрой. Дело в том, что некоторые садоводы рекомендуют использовать карбоамид. Тоже азотное удобрение, но в нем азот в другой форме. И карбамид пни, к сожалению, по моему опыту, не разрушает. Я пробовала разрушать, так сказать, с помощью карбамида и свежие пни, и старые. Наблюдала за ними более года, но свежие становились еще крепче. И единственное, что разрушалось в таком случае, это пленка, которой я накрывала пни сверху, дабы мочевина не рассыпалась и не растекалась. Поэтому сегодня мы с вами проверим опыт с аммиачной селитрой. Сейчас сделаем небольшую луночку, засыпем, накроем, и на следующий год весной обязательно проверим, сработает она или не сработает. У меня нет сверла, нет дрели, зато есть топор. Дешево и сердито. Походу, это была либо яблоня, похоже, или груша. Древесина твердая, хоть и крохкая. Итак, выдалбливание лунки я закончила. Сейчас засыпаем аммиачную селитру, сыпем по самые края. Немножко добавим воды для того, чтобы селитра растворилась и более активно впитывалась в дерево. Оставлять вот так пень не стоит. Его нужно накрыть. Дело в том, что селитру может смыть дождем, и она уйдет просто в почву. Ее лучше защитить. Можно использовать кусочек старой пленки, накрыть и придавить. Можно использовать ненужное ведро, чтобы на зиму его накрыть и придавить, чтобы селитра потихоньку растворялась, впитывалось в дерево и разрушало его. Вот так мы, собственно, и оставим. И будем смотреть, как разрушится пень к весне. У нас такой производственный опыт. По крайней мере, результаты будут налицо. Чтобы в ваших садах было меньше порослей, чтобы в нем не появлялись пни, смотрите наши ролики, и мы обязательно вам поможем. Ну и, конечно же, заходите в наши магазины, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте свои предложения, и мы вам обязательно поможем. Прответания вам!